ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В многочисленных коробках первая партия подписных листов из Нижегородской области. Сотни голосов в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах доставлены в избирательный штаб в Москве. У нас очень много и волонтеров собирают этих подписей, и самих подписей собрано очень большое количество. Большое количество общественных организаций к нам обратилось с предложением помочь нам также собрать эти подписи. Сбор подписей в поддержку действующего президента стартовал 23 декабря. Пункты развернулись в торговых центрах Нижнего Новгорода, Бора, Держинска, Арзамаса и Кстова, а также в отделениях партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Чтобы оставить голос, достаточно иметь при себе паспорт. С остальным помогут волонтеры. В пунктах региона ежедневно трудится 836 человек. Многие нижегородцы уже сделали свой выбор. Я лично не вижу альтернативы нынешнему президенту Российской Федерации. И Владимир Владимирович, он не на словах, а на деле доказал то, что он истинный лидер. Страна находилась в очень тяжелом положении. По сути дела, мы катились в пропасть. И в такой трудной ситуации он смог вытащить страну. И страна сейчас становится самая мощная, самая развитая. Первые подписные листы в поддержку Владимира Путина поступили из всех 89 регионов страны. По предварительным подсчетам, это более миллиона трехсот тысяч подписей. В четыре с лишним раза больше, чем требуется по закону. Как мы и предполагали, на открытии нашего штаба проблем со сбором подписей не будет. Работа кипит, работа кипела и в праздничные дни, и по всей нашей области. Сбор подписей продлится до конца января. Следующий этап – регистрация кандидатуры Владимира Путина в Центральной избирательной комиссии. В выборах уже точно примут участие три кандидата от парламентских партий – «Новые люди», ЛДПР и КПРФ. Еще восьми Центризбирком принял и зарегистрировал документы новодвижения. Среди них пятеро от политических партий и трое – самоводвиженцев. В их числе и действующий президент Владимир Путин. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. Служба информации Наталья Куликова. Автозаводец с позывным «Дракула» прибыл в отпуск на реабилитацию, но уже с нетерпением ждет, когда вернется на службу. Нижегородец – опытный водитель. Работал на междугородних грузовых перевозках. Многолетний опыт дальнобойщика пригодился в зоне СВО. Несмотря на то, что доброволец служил водителем и в опасные ситуации попадал, и в бою участвовал. Главная цель бойца – после отпуска вернуться на передовую и продолжить службу во благо Родины. «Быстрее возвращаться, там ребятишки, у меня весь вод там остался. Как они без старого, без Дракула. Там это действительно испытываешь, что такое дружба, что такое воинский пас. Это да. Поймешь только там, а не как здесь смотришь друг друга, кто ушел, в чем обманул. Там этого не получается, потому что каждый может в следующий день пекать твою спину». Знакомьтесь, это Ленора. Она очень спокойная, сообразительная и дружелюбная. Она и еще несколько собак прибыли из зоны СВО и ожидают новых хозяев в приюте сострадания НН. Сотрудники приюта отмечают, что Ленора не любит одиночество. И, вероятно, у нее был дом и семья. Она не конфликтна с другими собаками и не трогает кошек. С детьми общается аккуратно. Со здоровьем у нее все хорошо, как и у большинства других собак, привезенных из зоны СВО. «Одна из собак сейчас находится в госпитале на обследовании, потому что у нее проблемы со здоровьем. Все остальные собаки внешне здоровы, они еще не привиты, не кастрированы. Этим мы будем заниматься сейчас постепенно». С передовой собак вывезли волонтеры. Для новых постояльцев в приюте подготовили отдельный вольер. Всего прибыло семь собак. «Среди них есть мальчишки, девчонки. Примерный возраст у них взросленьких – это до пяти лет, точно сказать очень сложно. Есть еще среди них двое вот таких маленьких щенят. Они вырастут небольшого размера, пока что им где-то около пяти месяцев примерно». Один из прибывших псов уютно устроился на руках у сотрудницы приюта Алисы. «По характеру него просто замечательный, он очень добрый. Пока что он немножко переживает, боится, но это дело времени». Узнать, как познакомиться с питомцем и забрать его домой, можно по телефону 8-986-746-0162. Звонки принимаются со вторника по пятницу с 11 до 3. Служба информации Ольга Абрамова, Алексей Завылов. Народный фронт Нижегородской области доставил детям Донецка новогодние сладкие подарки. Всего было перевезено более тысячи упаковок. Также участникам СВО были переданы медицинские препараты. Среди участников поездки – заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа и директор Института пищевых технологий и дизайна. Главная цель – поддержка детей, чьи родители выполняют долг, защищая Родину. «Кто причастен, всем огромное спасибо. Действительно получилась хорошая поездка в новогодний уикенд такой. Несмотря на то, что семьи от нас что-то там ждали, ожидали, просто звонили с 31-го, а второго мы уже уехали. Поэтому всем причастны. Большое спасибо. Хорошая работа получилась. Мы, собственно, довольны этой поездкой. Сделали доброе дело. Дмитрий Александрович первый раз поехал. Говорит, что работу в этом направлении продолжит. Надеюсь. Вот. Поэтому мы молодцы. Да, вот такой кампании мы поедем поздравлять бойцов. Это бельгийская овчарка Юма. Подарок тоже одному из боевых командиров. Ей почти три месяца. Она еще совсем маленькая. Но будущая боевая подруга. Она поедет с нами в большое путешествие и тоже составит нам кампанию. Такой подарок под Новый год непременно должен порадовать защитников нашей страны. В очередной раз из Нижегородской области им отправили гуманитарную помощь и подарки. Все же впереди праздники. Всего отправлено две грузовых машины. Одну из них собрали участницы фестиваля материнства «Миссис Нижний Новгород» вместе со своими семьями и партнерами. В рамках проекта «Все для победы». Мы подготовили очередную партию гуманитарной помощи от нашей организации, от наших волонтеров. Поедет она вся в Курскую область. В этом году, точнее в этот раз у нас необычная гуманитарная помощь. Мы даже запаковали как новогодние подарочки. Чего там только нет. Там есть и бензопилы, генераторы, и печки-бружуки. И, конечно, там хозяйственное мыло очень много, теплые носки, сладкие подарки, гвозди, топоры. В общем, все самое необходимое. А еще захотели порадовать по-женски. Накануне испекли для бойцов домашних ворст и печенья. Также груз отправился в Курскую область, в одну из военных частей, которые готовятся выступить на передовую. Машину мы загружаем гуманитарной помощью благодаря нашим друзьям и администрации Лукояновского, Спасского, Городецкого районов, дальнеконстантиновские предприниматели, которые помогли в приобретении данной машины. Все необходимые вещи, а это в первую очередь то, что попросили наши военные. Это лекарственные препараты, теплые вещи, термобелье, сапоги, средства личной гигиены, безусловно, продукты питания. И, что самое очень важное, у нас много писем от наших школьников, которые они очень ждут. К слову, на этот раз цель поездки, помимо доставки, помощи и специально оборудованного УАЗика Буханки, забрать и привезти в Нижний Новгород Ольгу Аджигай. Ольга была тяжело ранена во время артобстрела. Одну ногу ей ампутировали, на другой нет стопы. В середине октября нижегородские предприниматели по просьбе Народного фронта купили и доставили Ольге современную инвалидную коляску. Сейчас речь идет о том, чтобы ее вместе с мужем привезти на трехнедельную реабилитацию в одну из нижегородских профильных клиник. Ей закажут временный протез, будут заново учить ходить. Ждут, нас очень ждет Ольга, и сейчас выдвигаемся за ней, надеемся, что к Новому году мы ее поставим на ноги. И как она и хотела, мечтала при последней встрече, после того, как мы изготовим протез, она мечтала спинцевать. Думаю, что это будет в Нижнем Новгороде и, возможно, в Нижегородском Кремле. Лечение Ольги стоит около 300 тысяч рублей. Сам протез почти 2 миллиона. И все эти деньги собирают неравнодушные нижегородцы. Своих не бросаем. Служба информации Наталья Лисова. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!